Сегодня мы будем слушать слово, пророческое слово, что я ожидаю, что это слово будет для города, для нашей церкви и для каждого из нас. Знаете, когда Бог хотел что-то сказать царям или другим людям, он говорил пророку, пророк приходил и говорил человеку слово. Один человек, это был Саул, он неправильно понял, и мы знаем его последствия. Второй человек, это был Давид, и он правильно понял, и мы знаем тоже последствия. Так что давайте будем ожидать, ожидать, что Бог приготовил для каждого из нас. И это слово, знаете, я ожидаю, я верю, что будет какое-то слово, которое мне возможно не совсем понравится, но я буду знать, что это сказал мне Бог, который мне нужно будет перестраивать. Так что ожидайте сегодня слово от Господа. Аминь. Вика, первый микрофон. Первый микрофон. Я извиняюсь, он будет на шнуре, но он длинный. Спасибо очень большое, пасiy Crisis. Спасибо, пастор Юрий. Пастор의 муж, пастор의 friends, пú이다, пастор의vey Afterwards. и гости. Для меня это честь быть здесь. И быть частью этого празднования. 10 лет. Это длинное время. Можно похлопать? Я был хороший друг. Моя имя Петер Кумар. Я живу в Северной Каролине. Но когда я его встретил, я его первый раз встретил. Я из Индии. Гражданин Индии. Гражданин Новозеландии. И постоянный resident в Америке. Парменный президент в Америке. Я не хочу быть в Америке. Я не знаю почему. Но, праздник Богу, мы встречаемся в этом форме. Праздник Богу, мы встречаемся в этом празднике. Каждый раз, когда я приезжаю, меня представляют как пророка. Я не знаю почему. Но когда я еду в Индию, они меня представляют как человека, который любит свою жену. which is better, пророка, or a man who loves his wife. То есть, мне больше нравится человек, который любит свою жену, чем пророка. Чем название пророка. Ну, понимаете, да? Мы говорим как пророка. То есть, склонение. Пророка in Russia. Это русский пророка. Но когда я путешествовал на Украину, в Москву. Пророка means say something. I remember I was in Kiev. They had a meeting in quite a big stadium. The pastors would walk out at 11 o'clock. They would leave the stadium at 11 o'clock. Night. So, все пасторы ушли со стадиона в 11 ночи. It used to be so cold. The cold will come through my legs into my body. But people will be waiting. I will pray for them. Again, they'll go and stand in the light. Again, they'll come back. Again, I'll pray. They'll do this. They'll go and stand again. And again, they'll come. I don't know. Please. Украинцы, they want God to say something which they want to hear. Hallelujah. То есть, украинцы, если Бог хочет сказать, они опять хотят слышать то же самое. So, I tell them. You tell me what to say. I'll tell you. Why do we have to go around and round and round and round and round and round? Пророка. Amen. Please. I am not a proroka like your life. I'm a good friend. I was born and raised in India. My family is still Hindu. Somebody came and told me Mithun Chakravarti is a famous actor. Say it again. Mithun Chakravarti. Mithun Chakravarti. Come to the... Come to the... Okay, yeah. Актер. Это что-то про кино. Sita or Gita. Jita, я знаю. Sita or Gita тоже. Is India. I know this. Yeah, that is India. Full of fun, full of colors, full of songs, full of dolls. Индия это страна, которая полная песен, но она же и полная богов. Я не хочу никаких богов в моей жизни. Я хочу жить в жизни без любого бога. Я не хочу верить ни в какого бога. Люди приходят ко мне и говорят о боге. Они приходят и говорят ко мне о боге. В Америке это совершенно разное. Многие люди приходят ко мне и говорят о зависти. Амвей? Мульти-левел маркетинг. Амвей! Мульти-левел маркетинг. Купить мою шапу, купить мою шапу. Индия это разная. Все говорят о боге. Тут о бизнесе, а там о боге. Я спрашиваю обычно два вопроса. Первый вопрос. Если вы верите в какого-нибудь бога. Индия имеет много богов. Элефант бог. Элефант бог. О, есть бог слона. Монки-год. Обезьяна-бог. Крокодил-бог. Снег-земья-земья-земья-земья-земья-земья. Покажите мне это. Второй вопрос. Покажите мне, что вы с своим богом вместе делаете. Покажите мне, что вы с своим богом вместе делаете. Они думают, что я глупый просто. Даже сегодня, я спрашиваю вас. У вас очень хорошее прославление. Прекрасное. Прекрасное. Но я знаю большинство песен. Потому что я часто бываю в церквях. Десять лет. И сегодня церковь празднует десять лет. Я не знаю, сколько вы членом лет. Может, вы просто в гостях. Но я все-таки спрошу вас этот вопрос. Если вы сегодня здесь. Что ваш бог делает в вашей жизни? И что вы и ваш бог делаете вместе? Пожалуйста, ответьте это. Тогда только Бог может начать делать новое в вашей жизни. Тогда только Бог может начать новое в вашей жизни. А новое в вашей жизни. Если вы ответите на этот вопрос. Тогда Господь только станет делать новые вещи в вашей жизни. Просто порвите в вашей жизни. И задайте эту вопрос. Что Бог делает в вашей жизни? что Бог делает в вашей жизни и что я и мой Бог делаем вместе сегодня ночью сегодня это ночь молитвы и сегодня мы согласились молиться за Нью-Йорк я не знаю, сколько лет вы молитесь за Нью-Йорк но если вы молитесь за Нью-Йорк это очень хорошо это прекрасно но Нью-Йорк знает, что вы молитесь за Нью-Йорк? Нью-Йорк знает? не думаю, что мы молимся вместе слушай, 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 пожалуйста я говорю о росте если вы молитесь то Бог должен сделать что-то в Нью-Йорке то а, чтобы Бог делал что-то в Нью-Йорке тогда Бог должен делать что-то в Нью-Йорке а, если вы молитесь, то тогда Бог будет делать что-то в Нью-Йорке аэропорт был пустой много полетов было отменено потому что коронавирус я был в Японии много полетов было отменено коронавирус вы знаете, что больше всего продается в Азии? вы знаете, что больше всего продается в Азии? маска она продается на лицо они продают на 50 центов что-то в Нью-Йорке теперь 10 раз дороже это столько страха в мире но этим утром когда я прилетел сюда я сказал Господу почему ты не использовал меня чтобы я исцелял коронавирусом я хочу исцелять их я хочу исцелять их я хочу исцелять их я хочу исцелять их кто-то должен что-то делать somebody has to do something that is the call of the church that is the call of the church God wants to do something new if you have your Bibles I want you to come up and read the book of Genesis yeah chapter 28 Genesis 28 verse 11 to 16 Иаков же вышел из Иерусавии и пришел в Коран, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, положил себе изголовье, и лег на то место. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и снисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, я дам Тебе и потомство Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной, и распространиться к морю, и к востоку, и к северу, и по лудню, и благословяться в Тебе, и в Тебе, и в семени Твоем, все племена земные. И вот я с Тобою, и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь, и возвращу Тебя в сию землю, ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал. Amen. I want you to understand. Here is a man. Listen to me, I'm not going to take much time. Here is a man called Jacob. He had a good beginning. He had dreams, he had desires, he wanted to make a lot of money. But he started cheating people. He started cheating people. So people were after him. There was a good beginning. And then he lost everything. I meet many people like that. They have a beginning. And then they lose everything. They have a beginning. They lose everything. And now he's afraid of people. He's running away. He's running away. He's running away. He's alone. He puts a stone. He puts a stone. And he lies down on the stone. And when he's lying there on the stone. God gives him a visitation. God comes to him. God comes to him. And God opens the heavens. God shows how angels will rise and come down. The man is seeing the whole thing. The man is seeing the whole thing. This is not something which is going to happen to everybody. This is not something which God is going to do to everybody. God finds him. God is showing him something. Listen to me again. God finds him. God shows him something. And after showing him certain things. God says. I want you to expand. Expand. Grow. To the east. To the west. To the north. To the south. And then God says. I want to be with you. I want to bless you. And whatever I promise to you. I want to do it in your life. I want to do it in your life. I want to do it in your life. And then he says. Wow. This is the place where God is. This is the place where God is. My brother, my sister. Tonight. Maybe you just came. Maybe you come for all the prayers. Maybe you are telling me. Yes, Peter Kumar. Every time I start something. The start is good. The beginning is good. And then it loses. And then it loses. Beginning good. Then loss. Beginning good. Then loss. That's my life. That's my life. I don't know what to do. I don't know what to do. Maybe you are in that place. Maybe you are in that place. But after meeting with God. Jacob's life completely changes. After meeting with God. Jacob's life completely changes. It connects with God. In every situation. Whether he does the right thing. Or the wrong thing. He connects with God. And he tells God. So many things are against me. So many things are against me. But you do something. You do something. You do something. And he sees how God can work in his life. And then he takes back everything he lost. He takes back everything he lost. And then he tries to please God. God is so pleased with his life. That God says. I'm the God of Abraham. I'm the God of Isaac. I'm also the God of Jacob. I'm also the God of Jacob. I'm the God of Abraham. The God of Isaac. I'm also the God of Jacob. Listen church, listen. I'm not here to preach. The man impacted everything around him. And the church has to grow. The church will not grow if you don't grow. Ten years. Ten years. So, now you have to grow. If you need to grow. You should have a growth plan. I put a few things. Can you pull it up, sir? God wants us to grow. In spiritual understanding. What is spiritual understanding? Your relationship with God. Your relationship with the Holy Spirit. Your relationship with the Word of God. The Word of God. I don't know whether you ever read the Bible. In America, many people don't read the Bible at all. Don't look at me like that. Yeah, if you don't know the Word. You will not know God. I'm talking of new beginnings. The Holy Spirit. It gives you the gifts of the Holy Spirit. Prophecy. Healing. Miracles. If you become excellent in these things. Doesn't matter whether you are small or big. New York will talk about you. New York will talk about you. New York wants to see Jesus. Grow in spiritual understanding. Grow in relationships. Grow in relationships. There are so many Russian people in New York. Even in Brooklyn. So many of them. They are sitting here. They are doing their own thing. We are doing what we want to. To what we want to. As a church. We should connect with them. We should show them the love of Jesus. Иначе они просто будут потеряны. Они будут потеряны. Вы празднуете десятилетнюю годовщину. Я не говорю о прошлом. Прошло великолепное. Я провел время с пастором. Я провел время с вашим пастором. Я провел время с вашим пастором. Я говорил с некоторыми из вас. У вас в духе великолепный. У вас столько свидетельств. О том, что какой Господь хороший. О том, что какой Господь хороший. О том, что какой Господь хороший. Но мы эгоисты. Люди должны другие знать об этом тоже. Сколько русских вокруг. Отношения. Отношения. В общении. Увеличивать группы надо. Они должны знать. Что я и Господь работаем вместе. Что я и Господь работаем вместе. Вы и Господь работаем вместе. Вы и Господь работаем вместе. Слушай, церковь, слушай. Я хочу быть другим. Я хочу отличаться. Я индийский человек из Индии. Мои люди из Индии говорят. Вы отличаетесь. Ты говорит, отличаешься. Ты не такой. Ты не такой, как мы. Я женат 33 года. Даже сегодня моя жена говорит, что ты не такой. Ты не нормальный. Да. Я хочу воскрешать мертвых. Я хочу воскрешать мертвых. Я хочу воскрешать мертвых. Два раза. Да. Они мне дали время в мертвых. Господь через него воскрешал мертвых. Так that's where I am. If Jesus is with me, I want to raise a dead man. If Jesus is with me, I want to heal many people. If Jesus is with me, I want to perform miracles. Then only people will know что тогда будут люди знать что я и Иисус работаем вместе в возможности принимать от Бога мы должны научиться как получить от Бога come here sir put both your hands out listen most of us we work, we work, we work Russians work more than anybody else Americans work 6 hours Indians work 10 hours Russians work 16 hours no ok 15 14 you always want to do something Russians always want you to do something I'm not talking about job you're very creative you like to work hard yeah but listen whatever you do a job you have a wage salary that means in America it starts with 1450 and goes up to 35 per hour true or not yeah everything is hourly 35 35 it's too low too low ok 65 some people get 500 please you give me a job go to corporate America so listen so we get something but many of us we don't have good jobs some of us some of us some of us are retired what is retirement we don't get anything we don't get anything we get pension after working 40 years we go into a decrease we go into a decrease true or not yeah don't look at me like that body 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 your job will take you to retirement retirement is a decrease yeah if you get 2000 3000 dollars your pension will be maybe 1700 we know that but we accept that see all our life if we live only by what we receive from man it can be salary it can be profit it can be discount it can be share it can be rent everybody gets that I'm not talking about this I'm talking about receiving from God people like Joseph they never worked but 7 years they received an abundance from God the country yeah they received an abundance from God they never worked for it what do you mean Joseph 7 years he created an abundance he created yeah ok how many people know the story of Joseph he will look at Wall Street and he will say Wall Street 7 years are going up he will look at Wall Street and Wall Street and our market would be in 7 years see Abraham Abraham was a man of faith in the book of Genesis 24 34 and 35 one word I need one word Genesis 24 I don't have I don't have Genesis 24 34 and 35 no 35 no no Genesis 24 no 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 so I gave only the first one for the screen they are not ready to place ok these words on the screen can you read that? Genesis 24 34 24 34 35 24 34 35 ok 35 35 35 35 36 36 37 37 38 И Господь дает Абрааму Волота, серебро, мой Бог Он не говорит что Абраам работал, Абраам работал Но Господь дал Абраам у него были бизнесы Но он все равно получал от Бога Он был очень богат Очень богат И последнее идет финансовое благословение В книге Генезис 13, 2 И был Абраам очень богат скотом, серебром и золотом Абраам был очень богат Абраам был уже стар и в летах преклонных Господь благословил Абраама всем Абраам становился старше, старше и старше Абраам И Господь благословлял И благословлял И благословлял Аллилуйя Индусы и Украинцы Индусы и Украинцы Индусы и Украинцы Когда вы стареете Станете старше Ваши дети оставляют вас Уходят Они не хотят вас знать Да От большого дома Если у вас был большой дом Вам нужен маленький Если у вас было три машины У вас остается одна Если у вас была собака, вы ее продаете и получаете кошку. Да, мы уменьшаемся. Почему? О, я старею. Я старею. Но Ибраам был старше и старше и старше. Чем старше он становился, его возможность получить от Господа. И финансовые благословения увеличить человека. Спасибо, sir. Добавляйте мне, пожалуйста. Я говорю о новом начале. Я говорю о новом начале для вас. Новое начало для вас. Я был представлен в Рашиме. В Индии? Нет, 20 лет назад. 20 лет назад, вы были в Рашиме. Нет, я пришел в Вьетнамской церкви в Хьюстоне. Они пригласили меня. Они пригласили его. Они забрали с аэропорта. Я flew from New Zealand. Они были taking me to the hotel. There was a bench. There was a man sitting there. И был человек на скамейке. And there was a lady sitting there. A man. A lady. I was walking past. God told me. He should marry her. Он должен жениться на ней. Питер Кумар иногда психолог и эксперт в отношениях. So I went to my room. The person who showed me the room. I told him. Go tell the man. He should marry that girl. And five minutes that man was in my room. His name is Dmitri. I don't know him at all. Dmitri. He's a pastor. He came. And he told me. You're wrong. You're wrong. I can't marry her. I asked him. That she love you. She said, oh so what? So what? And then he cried. He said just. About six, seven months. Months before. He met with an accident. And his wife and children died in the car. He cried. He cried. He said, I'm not ready for a marriage. I said, up to you. Up to you. But God wants you to marry the girl. She will be a comfort to you. He said, you're wrong. He used to live in Louisiana. But he took my number. He started talking to me. In seven months, he married that girl. Now he's in Idaho. He introduced me to some people in Sacramento. They introduced me to Pastor Sunday. They introduced me to Pastor Sunday. In Kyiv. So now I know Pastor Sunday, Pastor Monday, Pastor Tuesday, Pastor Wednesday. Now I know Pastor Sunday, Pastor Monday, Pastor Tuesday, Pastor Wednesday. I preached at least about 600 Russian churches around the world. Do you know there's a Russian church in the Philippines? You don't know anything. You don't know anything. You know. Philippines? Yeah. There's a small group. I have a girl. She works in Philippines for me. She works in Philippines. So she'd ask you to visit Russian church. There's a Russian group in Indonesia. There's a Russian group in Australia. In New Zealand. They're believers, Christians. Yeah. Small groups. God has used this Indian man. To be a blessing to Russians. I live in Charlotte. My neighborhood is many Russian families. And I want to be a blessing to you. I want to be a blessing to you. And I'm very grateful to Pastor. His wonderful wife. And the leaders. Listen, church. It's up to me. It's up to me. When I came to America. They commented about my English. They commented about my English. They said, his English is not good. I've never been to a Bible school. They said, you have to go to a Bible school. Americans are kind of crazy. Yeah. Too many rules. Too many rules. Too many rules. India no rule. In India, no rule. Yeah. We drive the car on the platform. We drive the car on the platform. Yeah. Nobody follows any rules. And nobody follows any rules. The first time I've been in an American church. Two people walked out of wheelchairs. I don't need to be benihim for that. But I want God to use me in all these things. In spiritual understanding. In relationships. In community. In the ability to receive from God. And financial blessings. When I grow in these things. If I receive more. I can give more. If I receive more. I should give more. There are four things. Come here, master. Come here, madam. I want somebody to softly play the keyboard. Who are going to play the keyboard? Listen. When I looked at you both today. Can you all stretch your hands to them? Can you take a picture? This is what God wanted me to say. You have worked very hard. People come. You bless them. You help them. And then disappear. They disappear. They use you. They don't want to commit. Initially it was difficult. Some people even stayed in your house. You fed them. You treated them like family. Then they disappeared. Some of them spoke against you. For you. The church is like a family. The church is like a family. You are helping everybody in the church. You visit. You take care of the elderly. Sometimes you put your own money. But many times you both ask this question. What does God want to do through us? You are not running after people. You are not running after things. But you want more people to know God. There are so many people. Who come to the church. Some drug addicts have come. Some alcoholics have come. You have touched them. They are not with you. But this year. God is going to do four things. He is going to send more people. You are going to move to a bigger place. A place where 300 people can send. You will have a worship team. You don't even have a good worship team. You will have a good worship team. Your business will grow. God is going to give you another business. You don't want to take any money from the church. Sometimes it is very difficult. But God is going to bless you with the business. And you will work with some people in the church in the business. God is going to raise you up. Your children are growing. You are praying for a bigger house. God will give you a big house close to the church. You love everybody in the church. You love everybody in the church. God will honor you. 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 God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. God will give you a big house close to the church. Вы никогда не спросите что-нибудь для себя. Вы хотите давать, давать, давать. И я хочу, чтобы люди уважали вас. Чтобы это был рост, возраст. Чтобы было рост, и рост, и рост. Чтобы было больше, больше возраст. В Иисуса, во имя Иисуса. Вы не смотрите на меня. Я очень горжусь с вами двумя. Слово Господь. Слушайте, церковь. Слушайте. Да, вы можете молиться за Нью-Йорк. Ничего плохого нет в этом. Но если вы хотите прикоснуться и поменять Нью-Йорк, это немножко по-другому должно быть. Джейкоб. Яков. Он убегал от всех. Хорошее начало. Плохое потом потеря. Хорошее начало. Плохие тяжелые потери. Хорошее начало. Тяжелые потери. И Господь наблюдал за Ним. И Господь нашел Его. И Он открыл небеса для Него. И Он сказал, Я хочу в нас. Теперь я буду работать с тобой. Я буду с тобой. Я был с Ивраамом. Я был с Исааком. И теперь я буду работать с тобой. И теперь ты будешь возрастать, расширяться. На восток. На запад. На север. На юг. И после того, как ты увеличишься, разрастешься, Я приду сам. Господь Авраама. Господь Исаака. И Господь Иакова. И после того, как Абраам был виноват, Яков услышал это от Господа, Его влияние разошлось на каждого, каждого человека, который был вокруг Него. И везде, когда Его не шел, Господь был с Ним. Он работал с Ним. И работал с Ним. Мы будем молиться за Нью-Йорк. Но я хочу сказать кое-что. Если кто-нибудь из вас здесь скажет, Питер Кумар, в этом году, каждый месяц, я буду пытаться привести три новые души к Иисусу. Я спрашиваю вас о влиянии три русских к Иисусу в Нью-Йорке. Это значит, что вы будете влиять. Если каждый скажет, я попытаюсь поделиться любовью Иисуса. Yeah, you can train. You'll be trained, you'll be sent. You're not going to Cambodia or Vietnam. In New York, Russians, in a month, you will try to bring three people to Jesus. If any of you will say, Питер Кумар, I will try. I will try. And if you want to commit, I want to come forward, a one-minute prayer, a one-minute prayer for New York. Who's going to do that? One month, three souls. I will try. Один месяц, три человека. Попытаться. Кто хочет попытаться, вы хотите, будет молитва. Одна минута будет молитва. Всех, кто хочет в этом месяце привести трех человек хотя бы к Иисусу. Dear Father God, I thank you for your presence, for your atmosphere. I am standing in front of you, in front of my church today with all my heart's desire to bring three souls, to bring three souls to you, dear Father God. You see those people right now. You see those three souls that picked especially for me to lead them into your house. And I pray over their minds right now for them when I do approach them, when I do speak of your goodness and your glory, for them to have an open mind and an open heart just the way you did it with me, dear Father God. For it to be an easy flow, dear Father God, and for their destiny to change. And for them to come to know you because you are a loving Father and you just want your children for their eyes to be open, you know, in this blind, blind, you know, wrong world, dear Father God. So, dear Father God, please place those three people into my life. Amen. When I come across those people, speak clearly. Holy Spirit, speak clearly to me that Valerie, get up and go and declare my name and speak to them about me. And I want this to be, you know, my biggest desire to share the love that you give me with other people that are so much in need. Thank you. In Jesus' name, Amen. Amen, amen. One minute prayer. Three souls. Thank you. Thank you. and day that God, Jesus Christ, Jesus Christ. And every, three people, only three people and we have submitted for His name. Light to God. Give us poder. Amen. Holy Spirit, God bless. Holy Spirit, Holy Spirit, God туда, God bless. And we get in this, Holy Spirit, and get up this, это Слово Божие, приводить людей к Тебе, Боже, во имя Иисуса Христа, за одного человека небеса будут открываться, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за это помазание, за эту милость, Господь, за эту силу, Господь, за желание действовать, Господь, во имя Иисуса Христа. Now, listen, guys, listen, along with three, my next challenge, this is for New York, this is for New York, either you impact New York, or New York impacts you, and please, you can always say, oh, New York is always like this, I'm so happy, and some of you want to try, along with three souls, three healings in a month, yeah, you will pray, you will pray for the sick, Jesus says, lay hands on the sick, he's a healer, he's a healer, he's a healer, but he wants us to go and pray, so along with three souls, three healings, anybody, one minute pray, one minute. One minute. One minute. One minute. One minute. One minute. Господь, милосердный, Господи, спасибо Тебе, что Ты нам дал сегодня такую возможность, Господь, в Твоем присутствии находиться. Спасибо Тебе, что Ты коснулся сейчас каждого для того, чтобы мы открыли свое сердце и для того, чтобы мы начали что-то делать для этого города, Господь, для того, чтобы перемены пришли в этот город, Господь. И мы сейчас благодарим, Господь, за каждого, кто возьмет, Господь, ответственно за этот город. Господь, в первую очередь мы делаем 12-часовую молитву, Господь, для того, чтобы прославить этот город, молиться за этот город, чтобы люди проснулись, Господь, чтобы открылись их глаза, духовные и уши, Господь, чтобы исцеление пришло, Господь, в каждый дом, каждому человеку, Господь. И мы благодарим за это Тебя. Благодарим за исцеление Нью-Йорка, Господь, за очищение его от всякой нечисти, Господь, которая травмирует людей. Господи, спасибо Тебе, что их сердца будут наполнены Тобой, а не этим нечистым миром. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аминь! 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 А И мы молимся, Господь, мы молимся за Тебя, мы молимся, Господь, и просим Тебя о Твоей любви, Твоих благословениях, Твоей благодати, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что все пришедшие сюда, это не просто люди, проходящие по улицам или созванные случайно. Это все люди, которые имеют, Господь, уже зерна, которые Ты посеял в нас, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что мы являемся хорошей почвой, и все ростки, которые уже проросли в нас, мы можем отдавать другим, Господь. И по просьбе Кумара, и по нашему каждому желанию, я думаю, мы сможем отдать эти ростки, посеять еще в одного, в двоих, в троих, а может и больше, Господь, людей, чтобы исцеление, которое пришло к нам, мы смогли передать другим, Господь. Чтобы любовь, которую мы имеем от Тебя, мы могли дать другим, Господь. Чтобы благословение, которое нам дал, мы могли давать другим, Господь. И благодать Твоя переливалась через нас на других людей. Спасибо Тебе, Господи, за милость Твою. Спасибо за присутствие. Спасибо Тебе, Господи, за свет, который додаешь нам всем. Спасибо Господь. Аллилуйя. Большинство из вас в каком-то бизнесе. Яков. Хорошее начало. Лoss. Начало. Лoss. Начало. Лoss. After some time everything he did. He started receiving from God. Anybody here who would say Peter Kumar. In the next four months. I want to grow financially 30%. Grow. Receive from God. Your wage will be the same. You work, work, work. Same salary. But the faith. To receive from God. Four months. 30% growth. Anybody. Господь, помоги мне. Лично мне. Покаять три человека. За этот месяц. И исцелить. Вас ложить руки на трех человек, чтобы ты исцелил. И получить как минимум 30% от тебя. Рост во всех наших бизнесах, которые мы делаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Listen, church. You don't understand. God brought me from New Zealand to America. He told me. You will not even apply for a job. You will not start a business. You will not start a business. I'm an MBA. Master of Business. Business administration. I'm a doctorate. And I'm 61 years now. God told me. I'm taking you. You will not apply for a job. You will not start a business. But you will go to 30 countries. I had to learn to receive from God. I know what I'm talking. Because I receive from God. I'm able to give more. For the kingdom. You said 30. You said 30. Pray. Come, come, sir. There's a hundred and thirty years. One minute of prayer. God, I thank you for everything I am here. I have been here. I have been able to meet with people. With whom I think we will continue to talk. And we will continue to talk. And we will help other people. God, thank you. If you are already talking about material moments, God, help me. I will try to. 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 And I will try to. And I will try to. God. And I will try to. Спасибо своим родителям, чтобы они были здоровы и чтобы все было хорошо, Господь, за мою дочку благодарю. И хочу всех, чтобы у всех все было хорошо и что кто-то пробовал в жизни, у них все получалось. Даже если не получалось, чтобы падали и вставались обратно. Аминь. Last thing, listen. Again, this is for this church. And this is for New York. Don't get upset with me. I challenge myself every day to grow in the things of God. Spiritual understanding. Relationship. Community. Ability to receive. Financial blessing. So in the next three months, you will increase your faith. Listen again. Next three months, you will increase your faith. You will increase your worship. You will increase your obedience. According to the word of God, you will grow 30 times. You will grow 30 times. I know. That's your challenge. But now the last thing. When you grow, you will increase your giving to the church by 20%. 20? 20%. Three months, you grow. You increase your receiving. In four months. You said four months 30%. In two months, you want 20% to church. Yes. Discrepancy. No, no, no. Three months. Four months, 30%. From the third month, you give 20%. She's the mistress lady. Yeah, the Bible says, you saw a seed. The Bible says, you saw your tithe. You saw your offering. God will open the windows of heaven. Please, the church has a vision. The church wants to reach people. The church needs spiritual gifts. It needs relationships. It needs community. It needs people who receive. It needs financial blessings. But it also needs seeds. See, read for me the book of Genesis, chapter 26, 12 and 13. Genesis 26, 12 and 13. The man's soul in order to reap. It's not just giving like that. You know. You sow to create a harvest. God bless your seed. If you say, I am part of this church. I want this church to grow. I want this church to grow. Even financially. So I will receive. And then I give. If you don't receive, you can't give. Please. You receive. And you give. Anybody want to pray for that? Who wants to pray for this? Anybody? Who wants to pray for this? Anybody? God. Господь, Ты благословляешь меня каждый месяц, настолько, что 90% своего дохода мы отдаем в церковь, и 10% нам хватает на жизнь. И я молю Тебя, Господь, чтобы Ты еще больше увеличил, чтобы я мог вместе со своей семьей благословлять эту церковь, этот город и те видения, которые Ты вкладываешь в нашу церковь. Я благодарю Тебя, Господь, за этот новый челлендж. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты поднимаешь нашу планку. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты поднимаешь нашу веру. Во имя Иисуса Христа. И я славлю Тебя, Господь, на этом месте. Аминь. Кто еще хочет, кто еще хочет, кто еще хочет. Один человек. Кто хочет. Один человек. Тебя, Господь, ты tiny Arabи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 Сегодня, если Иисус придет, и Он походит по Бруклину, сколько людей Его узнают? Сколько людей проявят Ему любовь? Они не плохие люди. Мы не плохие совсем. Мы не хорошие люди. Before I accepted Jesus, I used to drink a lot. I used to put a whole bottle, and I used to charge money. $100 for a whole bottle. How many dollars for the bottle? $100. Drink a whole bottle, $100. To me, it was good fun. I used to do it for fun. Then they used to make me ride a motorbike. In a busy street in India. If I ride, $100. So one bottle, $15. Yeah, Indian money, $15. But I made $200. So Peter Kumar varies with me. I was like that, full of fun. But God touched me. But God touched me. And God told me. Your soul is very precious. Don't destroy your soul. Don't destroy your soul. Don't destroy your soul. And He also told me. Every soul is precious. Every soul is precious. Do something. Do something. Do something. Do something. We have been doing so many things. Very good. Very good. But I said, do a celebration. 10 years. 10 years. I'm challenging you. I'm challenging me. To do something more. Say that I'll do something more. 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 You ask God. You can't do everything. I'll do something more. You don't know what other people are doing. You don't need to do what other people are doing. You ask God. You ask God. He will tell you. He will be with you. He will promise you. He will work around you. Just like Jacob. And one day he will say. The God of Abraham. The God of Isaac. The God of Jacob. The God of Peter Kumar. Hallelujah. Hallelujah. So guys. Tomorrow night. I'm going to talk about how to operate the gift of prophecy. The God of Abraham. Spiritual understanding. And it will be a conversation. And it will be a conversation. And it will be a conversation. When God talks to you. And when you tell people. И когда вы потом будете говорить людям. Мой Бог говорит мне. И жизнь этих людей будет меняться. Вся жизнь этих людей будет меняться. Потому что вы будете благословен для них. Вы будете благословен для них. Господь будет говорить вам кое-что, вещи разные. Он будет вам говорить. Он недавно был в одной стране, и они сказали, что очень богатый человек, очень богатый, и он умирает, и они попросили пойти помолиться за него, я пошел в госпиталь, очень-очень богатый, и дети вокруг него были, они уже готовились к похоронам, и Господь мне сказал, он не умрет, скажи, чтобы они его не хоронили, потому что они уже последнее делают приготовление для похорон, а Господь мне сказал, через три дня, он выйдет из госпиталя, я пошел, я сказал, и они посмеялись надо мной, доктора смеялись, доктора смеялись, а дети разозлились, доктор из Лондона, сын из Европы, они мне сказали, мы приехали все уже закончить и все поделить, Then we will divide the property, you are saying something else, I looked at the man, I told him, three days, you are walking out, The third day, the man walked out of the hospital, the word we speak, gives life to many people, it gives life to many situations, you don't need to be a prophet, You can be a voice of God, God can work through you, but tomorrow I'm going to teach that, I have another 35 minutes, Yes, I'm watching the clock, I want to pray for all of you, but before I pray, any questions you have, anybody, See, today I challenged you, I challenged you, as a church, as a church, spiritual understanding, relationship, With a Christian, 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 any questions? Any questions? Yes, for me? What question is here? The question is, how do you hear this voice? This is what we call God. She is asking about tomorrow. I mean, she is asking, do you hear the voice of God, but... Tomorrow? Я хочу сказать, что я каждый день хожу и людям проповедую Господь, и вот это, даю молитвы такие вот покаяния, и сегодня три человека, даже, и я оставалась, вот это одна осталась, и все осталось, что мне отвечали, я пошла за все. Очень добрый, очень добрый, очень добрый, очень добрый, very good, give her a hand, please. So, 20 минут, I have 20 минут, I have to go see my wife, but tomorrow again I'll be praying for everybody. Завтра, сегодня 20 минут, потом нужно встречать жену, а завтра он будет молиться опять, продолжать молиться за всех, за каждого отдельно. Но сейчас пророчество не меняет вас, пророчество не меняет вас, но Слово, когда вы учите Слово, и вы понимаете Слово. Мне нравится, как она молилась, послушание Слово, послушание Слово, пожалуйста, чтобы Господь работал в вашей жизни, чтобы Господь работал в вашей жизни. 20 минут, 20 минут. Come here, sir. Yes. You. Mommy, please come. Mommy, please come. The lady is standing at the door, please come. Yes. The lady there, please come. You ask a question, yes, please come. The next one, the orange, the young girl, please come. Come here. Listen, quick. This is what God wants me to say. Господь хочет мне сказать Вы спрашиваете много вопросов Вы знаете Бога Но Вы очень честный человек Если вы возьмете что-то, вы любите Бога, чтобы помогать людям Но there will be beginning, end, beginning, end beginning, end in your life Бог moved you from one place to another place Это случилось несколько раз Но он хочет, чтобы вы остановились на одном месте Но вы не знаете, что делать Вы делаете деньги Но очень много вещей должно случиться Сегодня вы сидели тут И вы говорили Это что-то другое сегодня Это другое что-то Нужно мне пробовать это или нет Вам не нужно меняться Господь видит ваше сердце Но не гоняйте за людьми Люди, с которыми вы собираетесь сейчас работать Они не говорят вам правду Подождите Подождите Один день вы станете на своих ногах И будете в своей собственной бизнесе Вы возьмете обратно И вы возьмете обратно Все что И вы возьмете обратно И Бог дает вам дом Господь даст вам дома и пропортиз. И ваша всю жизнь поменяется. Бог bless you. Бог bless you. Бог bless you. Бог bless you. You are a woman of prayer. I don't know whether this lady is your daughter. I don't know whether you have a daughter. Who is this lady? A young lady who is with you. Okay, so God is building a relationship with her. But you are looking for something new. Because you feel you are wasting your life. God is opening a new opportunity for you. It is less work and more money. But you want to do a lot of ministry. You will go to Ukraine very soon. God is going to take you. God bless you. Amen. You are very tired of many things. You started very well. Even a relationship. With certain people. But now everything is difficult. It seems bad. But listen. Don't give up. Some people will leave you. Let them go. You don't have much money. Sometimes you feel. You are losing all your money. In the next three months. Everything is going to change. God is going to take back. All that you have lost. You went and helped people. Some of them. They cheated you. But God is going to give you back. Don't ever give up. God will honor you. Amen. Amen. You love God so much. You are an intercessor. You are a teacher. You are a Bible teacher. You like to do a lot of ministry. You have been doing a lot of ministry. But you want to heal people. You want to have a healing house. But two areas. The area of marriage. And some children. God is going to step in. There is going to be healing. There is going to be restoration. You are working for other people. They are blessed. You are not getting blessed. Everything is going to change. God will honor you. Come here sir. And a man there. Please come. Next to. Yes. Next to you. Hello. You know. You came here. You came here expecting something. You are trying to know things. You have heard so much about God. You want to know more. But you want some answers for your life. Because you feel your life is stuck. And it is very hurting. You are trying to run away. You came out of something. It is not the first time. It is not the first time. But you don't want to make a mistake. You are so scared. You have come to people who love you. But they don't know the truth. God loves you. Sometimes you say God is not loving me. God loves you. You will finish what you started. People who left you will come back. God has plans for you. God loves you. You are starting something new. Start it. You are helping certain people. You are working with a team. Work with them. One more year. You will make money. You will have your own company. You will have your own house. God is going to do that. Your family will come back to you. God bless you. You are a new man. It is a new thing for you. You put some money in that. But it is not growing. People say give up. Don't give up. Don't give up. Your money will multiply. I see some children. You need money for their education. Stay in New York. People are saying give up New York and come. Yeah. Stay in New York. So destiny is here. You feel bad to be alone. God is doing something new. God bless you. Come here son. And come here man. You know. Don't make any changes in your life. Don't make any changes. Any changes now. Yeah. Two more months. I see this young man. I don't know whether he is your son. God is doing something new in his life. But you will have a new job very soon. Stay in this house. Don't move out. God is doing America. God bless you. Amen. Come here son. Come here mommy. God bless her Lord. She has a heart. For people. And I specifically pray. For her healing. Doctors are saying many things. But she believes in healing. God is going to heal you. Your heart. Your muscles. Your eyesight. And your right leg. You will not be alone. There will always be people around you. God will honor you. God will honor you. You know. You studied harder. You couldn't finish many things. But you want to start a business. You are looking at opportunities. Something online. Very soon it is going to happen. God will give you ideas. Without any investment. God is going to do that. And I don't know why I say this. God is giving you your own car. A car. God is going to give it to you. God bless you. Amen. And call your husband. Your husband. Listen. You are so much hungering for God. Because right from the age of 16. You have gone through a lot of stuff. But you stood firm. Everybody said give up. Give up. Give up. I don't want to go into your past. There has been a lot of brokenness. People hated you. But you stood. Because you felt. You cannot give up. In fact you have to take care. Of so many things in the family. All your money went for the family. But today. You want to serve God. There are three things in your heart. One day you want to have your own platform. A media platform. You will be a public speaker. A motivational speaker. You will write books. Because you have already written many points. You want to do something. Number two. You want to travel to some countries. You want to go to Israel. You want to study their culture. The third thing. You want to get married. You just don't want to waste your life. In the next four months. God is bringing a person into your life. God bless you. Amen. You are a man who helps many people. You help many people. And that's your job. But now. For only four or five months. You are not able to do much. You want to have a change. And you feel very lonely and affected. But you are praying for a miracle. A miracle in your health. A miracle in your finances. And a miracle in some of your investments. And this is affecting your family. The miracle will start in the family. You are not able to reach some of them. God will reach them and bring them back. God bless you. Amen. Amen. Come here. Hold hands. You know. This is what God wants me to say. There was a time you wanted to make a lot of money. Wanted? You wanted to make a lot of money. Now you want to serve God. But you have some ideas. Don't go into properties now. The business will grow. But you want to do something with food. You will not start a restaurant. But you will create a food product. A food product. You will import it. You will be a distributor. God is going to use you mightily. You will heal many people. You have a healing gift. But very soon. You will begin to travel to Europe. God is taking you to Europe very soon. Amen. Amen. You know. Everything is new to you. What you like to learn. I don't know why I say this. Your dreams were very high. Beauty products. Models. Modeling. You had a lot of dreams. Media. God will take you back into media. I don't know why I say this. I don't know why I say this. A web television. A television show. God is going to make you do that. God bless you. I'm going to make you do that. I'm going to do that. I'm going to make you do that. Don't quit this job. God is giving you something much bigger. And be careful about relationships. You don't know much about this person. Go slow Go slow Go slow God has bigger plans Amen Guys Please forgive me, I need to go But tomorrow We will learn And all of us will minister In the prophetic Tomorrow we will learn And all of us will minister in the prophetic So tomorrow we will teach And then we will train And then we will train And See again, tonight I prayed for some people Some of you may wonder What is this man saying? You see, when God speaks He speaks his plans So from your plan God wants to see his plans Your plans are not wrong But as I said A loss is not an end for God A loss is not an end for God A loss Is not an end for God How people treat you Is not an end Jacob began well Jacob began well He had a good beginning And he lost everything But God found him And God worked with him And God worked with him This year Tell God Meet me Show yourself to me Work with me I want to receive more Я хочу получить от тебя много И чтобы отдавать много Еще больше Я хочу больше получить Чтобы отдавать больше I bless you I bless you And see you tomorrow Увидимся завтра Спасибо всем Я верю, что что-то Бог Сделал сегодня с каждым из нас И приглашаем вас завтра Завтра будет что-то новое Аминь Все, спасибо Извините, мы должны уехать Потому что мы едем в аэропорт Забы встретить жену